Будет ли сегодня Майдан в Москве? Мар. 01. 2015-17-14 Сегодня в Москве состоятся сразу два массовых мероприятия. Может ли это послужить началом Майдана в Москве? Изучим какие есть предпосылки для того, чтобы это предполагать. О том, что произошло накануне, сакральная жертва. Что дальше? Оппозиция планирует проведение сакрального ритуала. 11 февраля 2015 года состоялась встреча председателя ЦК партии КПРФГА Зюганова с послом США в России Д. Тифтом. С тем самым Тифтом, который был послом США на Украине с 0.7.12. 2009-2003 годы поинт 0.8.2013 год, а до этого в Грузии с 23.08. 2005-2009 годы поинт 0.9.2009. Во время его миссии в этих странах происходили известные всем события. 8 августа 2008 года нападение Грузии на Южную Осетию. После окончания миссии на Украине там произошел государственный переворот. HTTP colon slash slash kprf.ru slash Московское городское отделение КПРФ получило официальное письменное разрешение на проведение шествия и митинга за отставку правительства 1 марта. Валерий Рашкин, зам. Председателя ЦК КПРФ, первый секретарь МГК КПРФ, депутат Государственной Думы, мы отстояли свои позиции на проведение мероприятия в центре Москвы. Сейчас на руках имеем все официальные документы от мэрии. Сбор в 11.30 в Новопушкинском сквере, шествие пройдет до конца Тверского бульвара, где завершится митингом. Мы, за отставку правительства Медведева и за формирование в России профессионального правительства народного доверия и национальных интересов. HTTP colon slash slash kprf.ru slash Случайным ли совпадением является шествие и митинг 1 марта 2015 года в Москве, который проводит КПРФ и траурный марш оппозиции. Два этих события с поразительной точностью совпадают по месту и времени, чтобы их объединить. Лозунги, под которые КПРФ собирает свое мероприятие коррелируют с теми, что требуют белолин-точники, собирающиеся на траур. Между точками, где завершится митинг КПРФ и началом траурного шествия 2,5 километра или 30 минут ходьбы спокойным шагом. Время окончания митинга КПРФ плюс дорога до места сбора траурного шествия совпадают с его началом 14.00-15.00. То есть теоретическая энергия митинга КПРФ может влиться в этот процесс. Зная о том, что КПРФ не брезгает объединяться с леваками вроде Удальцова можно предположить, что разогретая толпа, требующая отставки правительства захочет продолжить свой протест. Как раз для этого им предоставлена такая возможность в 30 минутах ходьбы. Будут или нет в этом участвовать силы образованного движения Антимайдан, пока непонятно. На их ресурсах не было никаких пояснений по этой ситуации. Есть только комментарии по убийству Немцова на ресурсе С. Старикова. Поэтому подтверждает сомнение, что данная структура была создана для галочки и реальной работы проводить не способна. Куда потечет та энергия, которая собиралась на Антимайдан? Возможно, после самоустранения организаторов ее приберут к рукам кукловоды, которые постараются направить патриотические массы в котел Майдана. Такую тему уже раскачивает лидер НОТ Е. Федоров. Он призывает к активным действиям против пятой колонны, в которую зачисляет и правительство РФ. Тоже совпадение о конкретных акциях на 1 марта 2015 года НОТ не сообщал. И по этому поводу комментариев также не давалось. Следим за развитием событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова